МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Который у нас тоже жил в доме, но, к сожалению, его загубили врачи. Я дождалась, когда родится вот это создание от его родной сестры. Но есть замечательный мой... Еще один котик, да? Котик, уникальный еще один человек. Мой друг, человек, который вообще стал инициатором моего появления в драматическом проекте. И вам, Евгений, конечно, спасибо, что и вы оказались с нами. И вот в такой компании проведем сегодняшнее утро. То есть мы сразу романтическую составляющую отметаем, чтобы не было... Почему мы отметаем? Как можно без романтики, без нее в жизни? В работе столько романтики порой бывает. Больше, чем в жизни. Я же много раз вам говорила, что вы должны любить друг друга, как мы с Колей. Коленька давно хотела, чтобы в доме появились маленькие. Я, кстати, не с пустыми руками. Серьезно? Серьезно? Да. Есть тортик. О, боже! Тортик? Это как, знаешь, дом-домик и торт-тортик. Ничего себе. У вас есть тортик и у нас есть. Вот, собственно, такая вещь. Слушайте, это нереально. Специально для вас. Евгений, ну да, балерина в шпагате на торте, это вообще... Ну, шпагат волочковый. Он скоро войдет уже, я думаю, в книгу рекордов Гиннеса. Но это грандиозно. Правда. Не лишусь волочковой ноги, обязательно. Начни с головы, что ты. Зачем такое создание портить? Хорошо. Это очень красиво, правда. Да, мы старались. После чего, наверное, надо что-нибудь выклить. Нужно сфотографировать для инстаграмма. Красный телефон, красное платье. Анастасия Волочкова. А вот фотография, которая вот сразу инициирует и генерирует массу слухов, потому что очень романтическая здесь вот абьянс такой. Это было начало нашей встречи, репетиции. А момент... Это рабочий, рабочий, да, момент? Потому что выглядит как очень-очень романтический, повторюсь. Ну, а как мы работаем? Мы же не на станке, не болванки стругаем. У нас был костер, красное вино. А где это? Это не здесь? Вот здесь мы пойдем. Просто мы взяли такую фотографию. Вообще-то мы лежали. У меня есть фотография, где мы лежим? Ну, пока покажи, от чего. Как? У нас есть фотография, где вы лежите. Когда работает мысль, голова, или что это называется, я не знаю, что-то уже тело отдыхает, мы стараемся занять максимально удобное положение, чтобы ничего не отвлекало, понимаешь? Хочу сказать, что вот когда в творчестве люди встречаются, два партнера, мужчина и женщина, между ними, мне кажется, ну вот в любом случае возникают эмоции, эмоции романтики. Потому что если ты не влюбляешься в своего партнера, как ты можешь эту эмоцию выразить на сцене? Я вот вообще не могу. Если для меня партнер, партнерша, вот ничего-то не так, меня заставить невозможно. Я найду тысячи причин, чтобы либо закрыть спектакль, либо отменить, либо уйти из него, либо заменить себя кем-то. Мне тяжело или учить кого-то, понимаешь? А Насте, разве не приходится учить? Другая, тут другая Петрушка. Потому что я попадаю немножко в другую среду. Мне это нравится. С Настей, у нас это замечательно получается. Помимо того, что она единственная, которая знает текст спектакля, среди всех профессиональных актеров. Мы-то все ходим. Что-то там, кто-что? Это с первого. Но сейчас она уже настолько профи, что когда бывает очень тяжело, я вот болел недавно, ну прям я болел, ну все, какой-то грипп там ходил. Я в скорую вызывали до сцены. Я думал, я просто умру уже, все, я готов был лечь и сказать, все, не останавливаемся. Я ей манал, говорю, и полсцены раз, и уходила. И раз, вместо 30 минут, простите, зрители, ради бога, 22, две, но мне это спасло мою жизнь. Мне попало в эту обойну, ребят, благодаря Сереже. Потому что у меня же был спектакль с Иосифом Рахенгаузом. Пришел мужчина к женщине. Моим партнером был Саид Багов и все. Но там была очень сложная эмоциональная история, потому что ее стоит Иосиф Леонидович. Мы все время ругались, спорили. Это был какой-то кошмар. Это было два месяца ада. Я позвонила Сергею, говорю, Серега, есть такая тема. Пришел мужчина к женщине. Сейчас мне Семен Злотников передал, ну автор пьесы, эту историю как антрепризу, понимая, что с этими двумя товарищами Кашу не сваришь из-за их вот этой ругани. А Сергей, в свою очередь, мне говорит, Настя, подожди, у нас есть спектакль «Куколка». И, в общем, давай участвовать. А вам не понравилось название? А вот видите, вы все знаете. Все не в этом дело. Все не в этом дело. Сейчас рассказываю самое интересное. Главную героиню зовут Василиса. Я читаю весь сценарий, и я понимаю, что Марат, Ефим, Вася, Николай Николаевич. Я прочитала до конца, я звоню. Я не понимаю, где моя роль? Текст-то есть вообще в роли главной? Текст есть. Он говорит, Настя, так ее Вася зовут просто. Ее все зовут Вася, мы так и написали. Я представляю, лицо человека. Ну, на первой странице нет. Ну, ладно, Вася нет. Тоже и на второй меня, я главная героиня. Третий, первый кончился. Нету, не появилось. Где роль главную предложили, называется. Мы хохотали, потом говорит, а я где, где, где? У меня было впечатление, что там просто пять мужиков бухают весь тикток от начала и до конца. И в итоге мы сделали новую работу, она теперь называется «Леди». Слава Богу, ходят люди, много тысячники мы собираем, и очень хорошо. Тарты. Ну, Василиса, да, она тоже любит казино, может быть. Василиса, а вы играете в преферанс? Нет, я в очко. Да что ты, Вася? Ну, в очко. Секу, грунт. А, ну, да, да. Там только не надо. Жалко, потому что, вы знаете, моя жена собирает такие девичники с подругами, они там играют в преферанс. Очень славно, очень славно. Ну, в преферанс-то я не умею. Да, а, нет, она умеет. Это на счете. Не умеет. А умеет? Вот если бы захотела, сумела бы. Не сумела бы. Она, знаете, она у меня и в очко-то не умела, пока я не научилась. А сейчас столько же... Добрый день, друзья. Не добрый день вам, мне другим. Настя Волочкова. Вот мне она очень симпатична, прежде всего, тем, что она человек незлобливый. Она, во-первых, работяга, и болеть вообще иначе нельзя, и это уважаю. Очень сам лентяй. А, во-вторых, вот никогда от нее я не слышал злобного. Я слышал негатив в отношении ухажеров каких-то или кое-каких родственников. Ну, не совсем лестные, скажем, приятные слова. Но это всегда было без злобы. Вот. А саму ее, ну, только ленивый не троллят. В общем, не достается от всех. Поэтому беседовать я с ней люблю. Она все что-нибудь такое скажет, что запомнится. Ну, и нельзя все-таки скидывать со счетов то, что я всегда знаю. Разговор с Волочковой гарантирует телевизионный рейтинг.